здравствуйте друзья хотел показать вам сан-франциск такой под дождем спальный район потом вы знаете все по даунтауном официозом всяким а тут вот спальный район вот тут друзья спят жители сан-франциско тут на углу большой правда свет такой солидный дом хотя на этой улице много много солидных да это апартменты конечно а маленькие частные вот справа слева сейчас вообще такая тенденция что все больше и больше людей живут в съемном жилье и вторая тенденция света тебя может заинтересовать инвесторы все больше и больше инвестирует в single family homes понимаешь то есть получается что процент людей которые покупают дома процент инвесторов покупающих дома растет то есть если раньше в основном покупали люди которые в них живут то сейчас люди которые в своих и живут все меньше и меньше в процентном отношении дорого даже дорого дорого да особенно в таких местах как вот тут у нас очень дорого ты имеешь ввиду что меня это интересно ну ты как человек который интересуется недвижимостью я только в этом только в этом смысле но все дорого очень дорого вот улица фултон улица фултон является границей парка шикарного парка он называется golden gate парк и ему сейчас него заедем ему много-много лет когда-то он был такой зеленый защитой города от песков которые ветром несло с песчаных пляжей с песчаных пляжей на город и вот построили этот парк посадили посаду по-своему вот там много внутри всякого происходит там и стадиончики и площадки для детей и там тропы для гуляний и там всякие фестивали городские мероприятия то есть сам по себе этот вот парк является некой достопримечательностью такой живым организмом вот мы едем значит налево от меня район сан-франциско который называется ричмонд если вы захотите поселиться в сан-франциско то скорее всего вас заинтересует именно этот район тут много наших соотечественников ну конечно не столько сколько допустим там людей из азии из китая но все-таки довольно много этот часто можно слышать русскую речь много русских магазинов да там парк автор квартала в сторону там прям целая улица называется герри бульвар ее в народе называют герибасовской вот а зоопарком с той стороны район называется sunset sunset такое романтическое название а там уже как раз все в основном именно в частных домиках и такое все одноэтажненько но местами тоже там меняется но в основном такой спальный район а здесь он так здесь много здесь гораздо больше и партнер комплексов так скажем вот и вот мы сейчас тут направо повернемся и поедем через парк это не будет каким-то продолжительным или как сказать увлекательным очень длинный но очень широкий он длинный вот если прямо ехать да вот ему конца и крайне тут машина я вот смотрю перед ударами на конца а поперек он такой не очень широкий вы поперек я вслышь там буквально пару кварталов вот вы сейчас увидите сами это при том что он еще там немножко будет вихлять вот сначала мы заедем и поедем как бы почти в противоположную сторону вот смотрите вот мы заехали и поехали можно сказать назад да вот тут вы еще попетляем немножко вы даже с этими петляни ими все равно это очень-очень быстро там есть пруды в этом парке там есть озера японский садик японские не не только японские там плавают уточки там там все животные типа зоопарка меня зоопарк там есть цветы там есть такие места где растут цветы вот как буквально в ботаническом саду буквально вот мы пока что едем параллельно вот этой улице фултон назад она у меня просматривается справа очень хорошо видно а вот тут уже поворачиваемся чтобы ехать поперек парка дам на самом деле довольно живописно и мы ведь находимся буквально ну в городе в большом правда тут люди живут там люди живут вот туда направо океан ну тоже до него если так вот не отвлекаться то минут там за 15 можно доехать до океана через все светофоры которые там по дороге попадутся все довольно близко во всяком случае океан то близко и надо сказать что сан-франциско в отличие от кремниевой долины попрохладнее и ну океан вот холодный попрохладней и по туманней здесь туманненько бывает особенно вот всех районах которые ближе к океану так что еще раз будете жилье снимать вот смотрите чтобы значит не не оказаться в сыром месте когда мы только приехали слышать помнишь там люди когда обменивались вот там ты где живешь там как каком месте живешь тут живешь там живешь и был такой вопрос а дом вонючий да вот был такой вопрос дом вонючий потому что в основном они были вонючие гнило гнило дерево от влажности от сырости и так заходишь подъезд и прямо как баб в нос такое смердение было вот не знаю как они сейчас по этой части может быть какие-то меры уже приняли или может ремонт сделали но это было как бы сплошь и рядом и вот вы видите в конце уже какие-то строения парк заканчивается на сказать сейчас вот конец рабочего дня сейчас начало шестого так и вот люди которые живут долине а работают сан-франциско вот составляют весь этот трафик мы все вместе с ними пытаемся выехать из города да те машины которую вы видите это машины выезжающие из города вот эту улицу ведет на хайвэй да а навстречу нам я тут соответственно те кто живет в городе но работает долине и они возвращаются из долины вы видите что еще немножко рано видишь вот этой стороне нет особо ты смотря когда они работу закончу правильно ну просто сейчас вот шестой час они еще не доехали отдали на там где-то центр и центр ехать это час да еще немножко рановато поэтому там трафика нет особого за за те кто в городе закончили работы вот они очень хотят домой попасть но это и пятница друзья пятница говорят что не работница работница да еще у них займет часа полтора на ехать и мы наверное чтобы не стоять в этом трафике сейчас куда-нибудь заедем культурно посидим там за чашечкой кофе и потом поедем дальше значит у нас сегодня поскольку пятница то в 11 часов вечера время поменяли поэтому было бы 10 но поскольку поменяли то в 11 часов вечера я пойду в эфир с тем чтобы встретиться с нашими зрителями у которых будет в это время по москве 9 утра субботу вот значит романтично так открывается в просвете посмотри в просвете открывается не нечто такое урбанистическое ну в местном смысле урбанистическое конечно это не не манхэттен тут не открывается да но тем не менее это холм обрати внимание это холм на этом холме так вот рядочками там дома стоят что-то очень сложно люди иногда живут и машину почти ответственно паркует а вот представьте себе друзья что вот с разных сторон этого холма разный климат вот значит с одной стороны больше ветра с другой стороны меньше с одной стороны больше солнца с другой стороны меньше если бы например там на этом холме выращивали виноград а здесь чуть подальше то у нас вот вся эта винная долина там выращивают то вот с разных склонов делали бы там разные сорта винограда высаживали бы разные сорта винограда делали бы разные вина и там говорили бы вот с этой горы там там восемьдесят восьмого года вот о да засуха была там значит сахара больше знаете вот так и побивали бы это венцо значит ну тут живут люди а можно туда забраться наверх но в смысле на машине заехать и смотреть по сторонам я могу с тобой согласиться но точно не знаю поэтому так я бы не стал госпиталь сан-франциско да как он там называется это уже парковаться совершенно невозможно там ответственно тут медицинский медицинский университет он называется сан-франциско если он медицинский вот он там вот он как раз там да мы жили пару лет сан-франциско когда только приехали и как бы наша бедность здесь прошла поэтому у нас такие воспоминания может быть не самые шикарные но в то же время радостная правда моложе были на 25 лет 27 будет в ноябре ну двадцать шесть с половиной да и что-то мне такое ощущение свет вот скажи что не меняется ничего вот как было двадцать пять лет назад тут могут по этой улице вот тут ехали здесь что вот именно эта улица нас он не меняется потому что здесь в основном резиденшал дома находится живые да вот я буквально два дня назад было полал то вдоль как аминариал да я вообще ахнула там столько нового построили сносили старые старью но полал туда же росте л каминариал даже в маунтинью строй застраивается да по чуть-чуть а полал то там таки да застрой тоже едешь и видишь у красивой модерна кстати проехать по этой л камина и показать что там уже красота знаешь на что у вас очень деревенский сюда друзья чтобы было красиво надо сначала все к черту матери снести но дело в том что долина застрел тогда уже застраивать долина застраивалась как там были раньше сады до 50-х годов там были сады фермеры которые выращивали фрукты да а потом когда стали города строятся вот они строились тоже как то есть города были но там население было там всего ничего там несколько тысяч да и соответственно уровень притязания был такой в общем-то деревенский и сегодня это ни в какой мере не соответствует но те участки земли которые вот тогда в сороковых пятидесятых по нарезали чтобы поставить там сыраюшечки вот эти вот участки стоит по миллиону вы слышите друзья по звякивание сзади у меня это по звякивают две бутылки водки клюквенный которую мы купили в русском магазине она не крепкая совсем там буквально градусов там не знаю 18-20 как как-то называет свет нет клюков когда бренд водки нет нет с украины какой-то бренд вы все знаете я я просто у меня когда нужно бывает слова вылетают вот значит украинская не горилка там наше по моему я не помню фамилию но там фамилия человека да вот интересный и вот они поспешивают смотри вот дома справа слева они прилеплены друг другу так и у них даже нет просвета между стенками очень часто туда если с крыши затекает вода вот они начинают в этом месте это легко да это бывает тогда открывать изнутри дом потому что больше никак не подобрать ну вот здесь мы едем здесь действительно застройка такая сплошняком но это не везде так а в свое время я даже думала вообще если между ними какая-то одна стенка или две стенки на грязь и у каждого своя стенка и каждый должен следить за своей стенкой не не гниют друзья стенок 2 стенок 2 никаких сомнений нет потому что просветом нет никаких попасть в задний горик можно только через дом иногда бывает калиточка там какая-нибудь но но это то если они не касаются если не касаются да но именно в городе действительно много таких улиц где все впритык стоят потому что земля дорогая места нету да и участок сам вот у такого домика домика участок но просто можно сказать что никакой там может быть вместе с домом там две сотки и это же город и деревня все-таки это город но это город нормально потом здесь так холодно что тут на бахьярде люди мало времени проводят очень ветра сильные пасмурно а такой город что знаешь иная деревня вот могла бы так выглядит но я шучу я шучу а ведь какие-то тучи и сегодня 24 марта вчера было солнечно вот вы видите мы подъезжаем к такого места где мы можем оглядеть с высоты это ты можешь и глядеть с высоты немножко мы бы так вот да на какой-то макушке город холмистый вот мы сейчас тоже в таком месте находимся типа верхушки холма хотя так едешь вроде едешь и не заметишь и не подумаешь но вот вот мы с вами как бы сейчас на холме и смотрим вниз и там огни и там даже какой-то кусочек а кремниевой долины там просматривается вот цена на бензин 297 она же на самом деле 98 это за какой-то там бензин понятно это еще нормально цены я помню было пять шестьдесят пять шестьдесят я не помню четыре помню пять шестьдесят было самое критическое таким но это как-то пиковое какое-то когда кризис был нефтяную да но это это был ну ведь один раз такое в жизни было я бы не стал так такие грустные воспоминания с другой стороны мы на самом деле очень мало ездим со светланы правда у меня офис очень близко только вот на даче мы там раз неделю съездим и это не не безумно далеко вот вы видите лица людей друзья это лица жителей сан-франциско следующий раз мы поедем и может быть даже вы будете тут дорогу переходить и попадете в нашу или чью-нибудь еще камеру такие же люди как мы все может показаться что за границей живут какие-то необычные люди они самые самые что ни на есть вот как мы ну конечно не все там и китайцы допустим или а про американцы это правда но просто люди вот бутылочки постукивают в этом есть какой-то даже я не знаю как сказать как колокольчик серебристый такой приятный серебристый такой звонит поэт эту водку друзья мы со светой не пьем мы везем ее для офиса потому что для сотрудников да для сотрудников потому что у нас там в русских магазинах вот она не продается а сотрудники иногда дать бывает в конце дня устали и хочется какого-то какой-то энергетической подзарядки интересные какие одинаковые все есть такие крылечки где у всех вот эти домики стоят они все одинаковые вот эти ну а почему одинаковые лесенки до лесенки да вот вы видите вот вся ширина дома вот то что видите там гараж но может быть шириной в две гаражные двери они небольшие да такой домик чтобы он был побольше немножко это чтобы там еще один этаж был внизу обычно там гараж и за гаражом я извини себя немножко скажу за гаражом домик длиннее туда дальше уходит за гараж поэтому хотя иногда бывает гараж и он вроде шириной на одну машину но они стоят так последовательно друг за другом тандемом бывает бывают такие гаражи а бывает что может быть был такой гараж даже но они перегородили так чтобы осталась одна машина а вторую часть они оборудуют под такую студию ставят там плиточку ставят холодильник и сдают очень очень принято сан-франциско сдавать вот эти вот тещины комнаты или я что-то как его там назвать по-американски нет ни ну а вот вот такие пристройки пристройки гаражные как-то не называются студии такие самопальные студии не студия которые строители построили когда планировали дом с этими студиями а студии которые люди сами самопальные лепят и сдают и они неплохо почему такая студия вот например вот твоя оценка сейчас я не знаю 100 лет назад сдавали за тысячи подать и вот давай так сегодня студия в кремниевой долине стоило бы скажем 1600 долларов это в кремниевой долине здесь бы она стоила борт и дури а что были написано студия цена 2300 долларов да да но с них столько не берут да но это как бы они они готовы рыночная цена но это не не самопал не самострой а это студия в доме со всеми удобствами со всеми делами а здесь студия так она как будет именно сама больно она подешевле да тоже дорого да очень я хочу что сказать там давай тогда громче на мое видео там когда я говорю что стоял маленький домик там 100 метров да там за ругались или года размущаться нифига себе стоп мало и мало ведь вам мало там что ребята даже вопрос относительно много или мало это понятие субъективно здесь свернем на красивую плазу и там кофейку попьем да да а я тоже обратил ставлю я одного чувака даже за выжить вынужден было забанить потому что он начал матом ругаться на двое вот эту фразу в том что да вот у меня есть приятельница в киеве вместе росли у нее квартира там хрущевка 25 квадратных метров там повернуться нет двухкомнатная хрущевка но маленькая со смешными комнатами массе пусенькой вообще постой 25 это видимо полезной площади а там еще может быть там 30 всего месяц там на все такой крошечный крошечный метров ванна какая-то усеченная крошечная то может быть 35 общей общей площади но здесь таких квартир маленьких нету здесь самая маленькая квартира это будет 50 квадратных метров это может быть одна спальня то есть спальня и гостиная нормальные квартиры нужно дом уже по делу в том что земля настолько дорогая что на такой земле нужно строить дом который максимально можно построить по площади и по площади да есть ограничения то есть там то есть грубо говоря так если на участке там не знаю там 5 6 соток земли стоит дом 100 квадратных метров очень но его можно достроить например там до 2 2 300 250 там 300 квадратных метров поэтому он маленький а не потому что в нижнем тагиле например и 100 квадратных метров тоже нормально но это как бы совершенно по другому измерению что мы же вам рассказываем о нашей жизни и не нужно нашу жизнь мерить вашими мерками нет дел не рак ему рассказать вот стоит американский дом он маленький по американски понятиям он маленький а как будто вы знаешь человеку навязывают что-то сейчас станет так там еще сзади машина у меня подошла выпускаем выпускаем так он тоже за диаташ отходит немножко нам повезло нам повезло потому что мы света с со святым делом мы кино снимаем люди смотрят про американскую эти насчет кино мы идем на такое мероприятие после завтра послезавтра да это как бы такой это партий возни сам посвящена освещенная фифтиц и там все будут нарядные в костюмах костюмов на место стилизовано общем все будет да и мы будем там для вас снимать все света пойдем пить кофе а вот друзья меняется меняется ситуация на дороге возвращаются в сан-франциско плотной толпой до света люди едут нам навстречу а мы выезжаем из города легко и свободно ты как-то понимаешь подкидывает вот выезжаем легко и свободно потому что все кто хотел уехать уже уехали а вот те кто хотел приехать они пока вот потихонечку потихонечку даем бог здоровья пусть подъезжают все нормально пятница фрайды найт это вообще святое бутылочки позволяют позволяет но не сообразил на всяком случае это приятный звон это приятно ну да да видно на самом деле соотношение того сколько народу в нашу сторону и сколько нам навстречу ну наверное мы закончим наш репортаж на этом да вот друзья мы с вами прощаемся встретимся через буквально несколько часов в онлайн-трансляции прямом эфире вот а на сегодня наше приключение в сан-франциско считаю завершенным закрытым пока